Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эй, первый раз в городе. Золото жжет тебе карманы. Ищешь ценный артефакт? Конечно же, да. И тебе повезло, что мы встретились, потому что у меня есть именно то, что тебе нужно. Кто ты? Дирк меня зовут. Я скупаю редкие ценные предметы. Я искатель сокровищ, как и мои братья. Можно сказать, семейное предприятие. Так ты работаешь не в одиночку? Ольф, Джитер и ваш покорный слуга. Тройняшки. Спасибо за предупреждение. Чем ты сейчас занимаешься? Немного можно пронести в Харбортаун или вынести из него. Люди вынуждены зарабатывать на жизнь, как умеют. И чаще всего... Но это не те способы, о которых упоминают в письмах маме. Ольфа сейчас тут нет. Он ищет работу в ожидании лучших времен. А я просто хочу вернуться обратно в руины. Отличное место для поисков сокровищ. Так вы с братьями путешествуете по отдельности? Так легче найти работу. Правда, Дитера я давно уже не видел. Ходят слухи, что Ольф томится в заключении где-то в торговом квартале. Не знаю, правда ли это. Похоже, ты не особо переживаешь по этому поводу. Ну, если это правда, он и сам разберется. Он самый сильный из нас троих. Посмотрим, смогу ли я помочь Ольфу. Он и сам справится. Но если ты все равно туда идешь, думаю, это не повредит. И что за артефакт ты продаешь? Это такая большая золотая чаша. Если тебе нужно что-то золотое в форме чаши, то это то, что ты ищешь. Она будет твоей всего за 150 золотых. О, клиент! Я принес тебе целебное снадобье от мастера Белшвура. Спасибо. Выпьешь? Конечно. А кто из твоих посетителей хуже всего? Ха, я их всех обожаю. Кроме тех, кто приходит сюда лишь за тем, чтобы подраться. Ну, конечно. Конечно. Продолжение следует... Не очень понятно. И еще раз. Проклятие. Получилось. Продолжение следует... И ты здесь молишься? Да. Я молюсь о том, чтобы все это закончилось, и я вернулся к ремеслу охотника. Расскажи мне об огне. Я охотник. Я плохо разбираюсь в духовных делах. Расскажи, что знаешь. Ты знаешь? Это огонь, оберегающий нас. Всех нас. Понимаешь? Он защищает весь остров. Именно здесь маги черпают свою магию. Говорят, пока он горит, есть надежда. Поэтому на острове никогда не бывает бурь. Чем бы он ни был, огонь нас защищает. Вот тебе исцеляющее зелье с поклоном от Белшвура. О, спасибо. Орден действительно пытается все предусмотреть. Иногда об этом забываешь. Ты охотник? Да. То есть был им. Что же произошло? С тех пор, как появились храмы, из-за тварей никому не разрешают покидать город. А твой лук? Я заложил его у косты. Питался неделю. Подумать только, я мог бы снабжать целый город. Теперь даже у Флавио нет для меня работы. Все, что у меня осталось, рагу мастера Белшвура. Ты можешь научить меня охотиться? Я мог бы, но только если ты готов сделать вылазку. Здесь в городе охоты не будет. Как насчет стрельбы из лука? Это я могу тебе показать. А ты вроде как из монастыря. Да, я послушник Хью. Я помогаю мастеру Белшвуру. А подробнее? Что там вообще в монастыре происходит? Ну, обычно монастырь – это средоточие покоя и знаний. Только сейчас там засела инквизиция, и теперь там тренируют рекрутов. Расскажи мне побольше про город. В городе зреет недовольство. Не все согласны подчиняться инквизитору, и не все способны принять реальность происходящего. Если бы инквизитор схватил Дона, все было бы совсем иначе. А так, пока что люди приходят с жалобами, пока мы пытаемся их спасти. Почему они жалуются? Дон Эстебан со своей бандой все еще имеет огромное влияние. Он изо всех сил пытается дискредитировать инквизицию из своих соображений. Кое-кто считает, что как только инквизитор уберется отсюда, Дон захватит власть. Так что мало кто готов рискнуть и выступить против Дона. Цена, которую придется заплатить потом, может оказаться слишком велика. И как они там определяют, кто станет послушником, а кто рекрутом? Большинство выбирает путь рекрута. Таких людей тренируют с тем, чтобы сделать из них воинов ордена. Для этого им необходимо овладеть великим искусством боя на посохах, а также простейшими принципами магии. Чтобы встать на путь магии, нужно проявить себя перед орденом. Тогда, может быть, тебе выпадет возможность стать послушником. Послушников учат бою на посохах, но лишь для самообороны. После этого можно сосредоточиться на настоящем искусстве – искусстве мага. Если хочешь стать послушником, надо тебе больше времени проводить с мастером Белшвуром. А что скажешь об инквизиторе? Ну, много кто его недолюбливает. Но он единственный, кто может помочь нам в это трудное время. Он справится с угрозой выросших из земли храмов и восстановит порядок. Пока он занимается своими делами в монастыре, он через своего представителя, коменданта Карлоса, возлагает на нас задачу держать здесь все под контролем. Расскажи-ка мне про коменданта Карлоса. Он воин ордена Священного Огня. Большую часть времени проводит в здании Стражи. Но его воины бдительно следят за тем, чтобы в городе был мир и порядок. Чего уж никак не скажешь о старой городской Страже. А что не так со старой Стражей? Они отвечали за порядок на улицах до появления инквизитора. Все на поводке у Дона Эстебана ходили. Ради денег и собственного удовольствия на что угодно готовы были. Они тут творили все, что им заблагорассудится. И до сих пор творили бы, если бы у них такая возможность была. Только теперь всем рулет Орден. Боюсь лишь, что большинству там нет дела до простых людей. Белшвур хочет, чтобы я раздал целебные снадобья. Здесь много больных и раненых. Людям нужна помощь. Как мне найти тех, кому нужно помочь? Белшвур же дал тебе список, правда? Да. Все эти люди где-то здесь в трущобах. Большая их часть живет на улице. А как ты стал послушником? Ну, я изъявил такое желание. А мастер Белшвур сказал, что я достоин этого и дал свое добро. Потом я убедил в своей ценности коменданта Карлоса и мне разрешили начать обучение в монастыре. Когда-нибудь я стану настоящим мастером магии в Ордене. Чем тебе так приглянулась Инквизиция? Времена настали непростые. Приходится нам искать помощь в неожиданных местах. Инквизитор Мендоса. Наша величайшая надежда. На самом деле все хотят друг друга. Не знаю, на что она годится, пока не восстановится сообщение с материком. Я хочу сказать... У меня есть для тебя целебное зелье. От мастера Белшвура. Спасибо. Я воспользуюсь. Добро пожаловать. Прошу. Я Флавио, торговец. Здравствуй, Флавио, торговец. Держу пари, ты ищешь работу. Я не могу тебе ее дать. Поищи в другом месте. Чем торгуешь? Охотничьи трофеи. Шкуры, когти, клыки. Этим я занимаюсь. Плачу за хорошую добычу. Могу даже снабдить новыми стрелами. Ну, раньше мог. У тебя нет никакой работы? С тех пор, как закрыли городские ворота, мои охотники не могут выйти. Поэтому охоты больше нет. Нет охоты, нет добычи, нет золота. Всем нам пришлось затянуть пояса. Мне нужно кое-что. А в городе у тебя нет работы? Ну, здесь есть кое-что. Нам бы очень пригодилась доставка мяса. И кому его нужно доставить? Это нужно для мастера Белшвура. Надо просто доставить мясо со скотобойни. Я уже разговаривал с Бакстером. Но он требует десять шкур, прежде чем передаст мясо. Что ж, полагаю, мне надо добыть шкуры. Если у тебя получится, у нас хотя бы будет мясо. У тебя есть шкуры? В конце концов, ты же ими занимаешься. Нет. Мои запасы кончились. Люди Дона слишком часто обращались ко мне. Мои ребята, Павел или Коул, могли бы подсказать что-нибудь. Возможно, они что-то знают. Где мне искать Бакстера? На скотобойне в порту. Он там ведет торговлю мясом. Он довольно веселый парень, но к делу относится серьезно. Что я получу, если приду со шкурами? Ты хочешь, чтобы тебе заплатили за твою работу? Многое дать тебе не могу. Предложить тебе стрелы. Да еще друзьями обзаведешься. Хорошо. Я добуду тебе шкуры. Спасибо. Пять кабаньях и пять волчьих шкур. Запомнил? И отнеси их к Бакстеру. Когда получишь мясо, передай его мастеру Белшвуру. Привет, красавчик. Не припомню, чтобы я тебя раньше видела. Я новичок здесь. Как ты умудрился попасть в Харбортаун? Сейчас тут появляется мало народу. Ну, по крайней мере, не в городе. Я искал способ и нашел его. Находчивый, да? Я люблю это качество в мужчинах. Рад слышать это. Так что ты тут делаешь? Я прекрасная половина Сида. Он один из людей Дона. Правда? Слушай, не думай, что он один из этих старых головорезов. Мой Сид хитрый, сильный, и он знает, чего хотят девушки. И чего же? Ну, разумеется, некоторые материальные благодарности. А ты о чем подумал? Мой Сид в этом знает толк. Вот, к примеру, в последний раз Сиди подарил мне красивое колечко. Предназначалось для самого Инквизитора. Можно посмотреть на колечко, которое подарил тебе Сид? Нет. А вдруг ты мне руку отрубишь, чтобы его стащить? Знаю я таких. Иногда приходится рисковать. Он никогда не изменится. Врут, все врут. Попробуй в другом месте. Да ты всего-навсего мерзкий головорез. Пришел позлорадствовать, да? Красть золото у честного торговца, который просто старается помочь людям выжить. Я тебя предупреждал. Всем нам приходится как-то зарабатывать на хлеб. Несомненно. Ну, что было, то прошло. Так? Что ж, если это значит, что ты будешь тратить у меня свои деньги, тогда я к твоим услугам. Меня просили передать тебе целебное зелье от Белшвура. О, спасибо. Беженцы друг за друга, да? Мастер Белшвур велел мне принести тебе это зелье. Благодарю тебя. Наконец-то у Марты появилась надежда. Но одного лечебного зелья недостаточно. Я должен увезти отсюда мою жену. Тут она умрет. Ей нужна крыша над головой. Приют. Я найду постель для твоей жены. Если у тебя получится, это будет великолепно. Прошу тебя, сделай все, что сможешь, пожалуйста. Дай мне поспать. Хорошо бы ты меня не беспокоил. Мне нужно найти чистое жилище для больной женщины, жены фермера. А при чем здесь я? Я заплачу за ее постель. Тогда, конечно, другое дело. Если в дело идет монета, то где одна, там и другая. Как великодушно с твоей стороны. Хорошая новость. Твоя жена может перебраться к Косте. Правда? Спасибо. Спасибо. Никто до этого для нас ничего не делал. Ты хороший человек. И я хочу вознаградить тебя. Мы не богаты, но хотим кое-что тебе дать. Дай девушке поспать, а? Спасибо тебе, незнакомец. Может быть, тьма пощадит тебя. А какой это ты тьме? Тьма, что придет и пожрет мир. Может быть, лучше умереть прямо сейчас. Вот, возьми. Может, это тебя утешит. Вот, я принес твой лук. Ты принес его мне? Зачем ты это сделал? Охотнику нужен лук. Возьми его. Спасибо, но я не могу... У меня ничего нет. Все нормально. Ты знаешь, где можно раздобыть шкуры? Шкуры? Здесь, в городе, их не так легко достать. Но я слышал, Бакстер меняет мясо на шкуры. Если у тебя их достаточно. Потому-то я здесь. У тебя есть шкуры? У меня есть одна. Можешь взять себе. Спасибо. Где бы найти еще? Ума не приложу. Хотя, может, Павел знает. Он тоже охотник. В хорошие времена шкур у нас было в избытке. Я раздал лечебные зелья всем людям, указанным в твоем списке. Спасибо. Спасибо. Да хранит тебя священный огонь. Возможно, ты бы мог стать послушником. В любом случае, я благословляю тебя. Я расскажу Карлосу о твоей отличной работе. Он вызовет тебя, когда у него найдется время. Выполни задание, которое он тебе поручит. Убеди его в своей преданности, и он возьмет тебя в монастырь, где ты сможешь научиться магии. Он также снабдит тебя пропуском. Иначе тебя схватят воины ордена, как только ты выйдешь за пределы городских стен. Ясно. Я нашел угол для Марты, жены фермера. Ты хороший человек. Если бы все люди в этом городе были столь же внимательны к ближнему своему. Вот, у меня кое-что есть для тебя. Да, светит твой путь священный огонь. Что я еще могу для тебя сделать? Сейчас ничего. Возможно, позже. Хорошо. Двигай поживее к караулке. Комендант хочет с тобой поговорить. Возвращайся позже. Эй, хватит на меня пялиться. Никогда рыбака не видел, что ли? Даже и не думал пялиться. Дай мне выпить спокойно. Или вот рома мне купи. Так, по лицу вижу, тебе нужно выпить. Давай, заглотни пиво побыстрее. Может, полегче станет. Спасибо. Хорошая штука. Налей-ка мне еще пивка. А, я знала, тебе не устоять. Это куда лучше, чем та свиная моча, что кругом наливают. Это за счет заведения. Но за остальные тебе придется платить. Ты чем-нибудь торгуешь? А ты не слишком молода для хозяйки таверны? Честно говоря, если б белые мантии не заперли выходы из города, я бы тут не сидела. Но тут, по крайней мере, лучше, чем в трущобах. И уж точно лучше, чем торговать своими прелестями у Сони. Если б я могла, я бы из этой крысиной дыры давно уже свалила куда-нибудь. А с чего это тебе так хочется наружу? Я кое-что ищу. Кое-что очень для меня ценное. Что? Сможешь хранить секрет? Без вопросов. Я тоже. Ты меня заинтриговала. Что это ты ищешь? Ты как ванный лист. Не радуйся раньше времени. Это не из тех штук, что можно продать. Я пытаюсь найти своего отца. Правда? Он пропал во время бури. Его зовут Григориус. Он... моряк. Говорят, его здесь видели. Я потому сюда и приехала. И тут застряла. Потом хозяина этого заведения убили. Его инквизиция к руинам отправила. Вот я и заняла его место. Правда, пока что никаких следов отца. Он, наверное, где-нибудь за городом. Я помогу тебе найти твоего отца. Григориуса. С чего бы это? Прости. Я не привыкла, чтобы кто-то здесь кому-то помогал. Если вдруг что узнаешь, буду благодарна. Может, ты знаешь капитана Романова? Говорят, он сюда недавно добрался и теперь прячется где-то на острове. Романов тоже морской волк. Он частенько пересекался с моим отцом. Если кому-то что-то известно о том, где мой отец, так это ему. Как ты планируешь выбираться из города? Понятия не имею. Пока что. Я слышала, где-то должен быть потайной ход наружу. Дон воспользовался им, чтобы уйти от инквизиторов. Но я даже не знаю, так ли это. Тут кругом столько разного болтают. У тебя, Рома, нет случая? Я тебе Рома принес. О, счастье-то какое! По утрам бывает нехорошо, но днем и ночью сущая благодать. Ты рыбак? Лодка моя погибла в одном из этих жутких штормов. Так что теперь у меня ничего нет. Пэтти ко мне хорошо относится, правда. В долг наливает всегда. Я ищу покупателя для рыбной лавки. Это Филуса? А мне-то она на кой? Так для рыбака же, наверное, самое то. Я рыбу только ловлю. Я ее не продаю. Ну, может, стоит подумать уже о смене рода деятельности? Ну, может и так. Работы у тебя все равно нет. Ну да, ну да. И во сколько мне это встанет? Лавка будет твоей. Всего за 300 золотых монет. Ну, у меня не гроша за душой. Хотя, может, у меня найдется кое-что другое. Кое-что другое? Только мне будет нужна твоя помощь. В чем именно? Слушай, у меня есть кое-что ценное. Можем махнуться. Ценное? Ценнее, чем 300 золотых? Тихо ты, не так громко. Да, у меня есть артефакт из развалин. А чего же ты тогда пьешь в долг, если у тебя целый артефакт есть? Мне его не продать. Инквизиция узнает, и дело будет худо. Ясно. Могу его тебе отдать за 300. Я уверен, он куда больше стоит. Я тогда себе куплю лавку, а ты можешь перепродать артефакт и заработать на разнице. И что это за артефакт такой? Кольцо. Я думаю, оно волшебное. Ну так что, договорились? Хорошо. Я куплю твое кольцо. Вот поверь, ты об этой сделке не пожалеешь. Только не попадешь с этим Карлосу и его людям. Ну, так ты купишь рыбную лавку? Ну да, поутру буду рыбу ловить, днем ее продавать. Это всяко лучше, чем то, что я сейчас делаю. Филоса эти новости обрадует. Филоса эти новости обрадует. Чтобы выступить против тебя лицом к лицу. Я бы не подошел к ним близко. В том, что встает из земли вот так за одну ночь, нет ничего хорошего. Ладно, бывает так, что нужно, а не встает. Но я сейчас о храмах, понятно? Ублюдок! Ты сам напросился! КОНЕЦ! 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 Что ты думаешь об инквизиторских законах? Это для нашей же безопасности. Кроме того, мне все равно не хватит смелости бегать снаружи. Там повсюду эти чудовища из развалин. Ясно. Я нашёл покупателя. Ника купит твою лавку. Что? Он с ума сошёл? Ну ладно, мне же легче. Спасибо тебе, что ты нашёл покупателя. Вот эту ракушку я нашёл в ящике с рыбой. Может, тебе пригодится. И что ты теперь будешь делать без рыбы? Я пойду к Петти. По пути захвачу денежки Нико, а потом напьюсь. Ох, как же я напьюсь! Глаза у тебя голодные. Но, если захочешь мясо, я захочу денег. Если денег нет, то мастер Билл Швур раздаёт похлёбку нищим. Хотя, особенно нищим ты не выглядишь. Чем ты тут занимаешься? Охраняю бойню. Работа не ахти. Но если ты переметнулся от Дона к Инквизиции, приходится постепенно завоёвывать доверие. Так что я тут пока что сторожу мясо. Правда, цена на него растёт, поскольку с рыболовством и забыли проблемы. Люди так же охотно крадут отбивные, как и драгоценные артефакты. Были попытки взлома в последнее время? Слишком много. Недавно три дома ограбили. И какие меры были предприняты? Мы тут ничего не можем сделать, кроме как кое-за кем приглядывать. Я почти уверен, что за этим стоит Сид. Всё в порядке? Кто ты? Мо. Работаю на Даргела. Доставляю мясо. Ясно. Непростая работёнка. Ага. Особенно навоз выгребать, чистить лавку мясника, жир вытапливать и скот гонять. Если тебе от меня ничего не надо, я пойду тогда. Дел полно. Мне нужна пара шкур. Тогда тебе повезло. Вот. Можешь забирать. Что, Даром? Что с ними не так? Да всё в порядке. Просто мне без них легче будет. Это же шкуры Бакстера, не правда ли? Это ты их взял? Ну да. А ты их Бакстеру вернёшь. И никаких неприятностей. Если ты ищешь свою корову, то зря пришёл. Все коровы, которые у нас были, уже разрублены на части. А части эти принадлежат ордену. Почему я должен искать корову? Фермеры приходят сюда постоянно в поисках своих коров. Где Дейзи? Я потерял Муму. Чёрт ты вы зануды. Почему? Они приходят сюда и говорят, что я их забрал. А я не забирал. Я забиваю тех, что мне доставляют. Орден приказал мне забивать скотину. Я этим и занимаюсь. Мо тебе то же самое скажет. Я ищу Бакстера. Он в соседнем доме, в конторе. Вижу, работы у тебя хватает. Скотобойни — это золотое дно. Но всё прибыль получает Орден. Всё мясо идёт на то, чтобы кормить народ. Бакстер в соседней комнате ведёт учёт. Платит мне. Остальное отходит Ордену. Они устроили так, что все дела идут гладко. Можно купить мясо? Покупай, что хочешь, только деньги плати. Есть мясо — кусками. И колбасой. Ты думаешь, что многие пытаются тебя обокрасть? Нет. Прежде бывало, но с такими у меня разговор короткий. Преподай урок одному, и многие задумаются, прежде чем что-либо сделать. Молодец. Секундочку. Если я беру 3 по 25 и 18 окороков, то я не могу сделать это, пока ты на меня смотришь. Ты ведёшь подсчёты? Я веду учёт в мясной лавке. Это не каждый может. Ты думаешь, что считать легко? И многие здесь способны на это. Я могу. Правда? Эй, я не собираюсь это доказывать. Во время учёбы мне не раз доводилось видеть такое выражение лица. Это блаженное невидение. Не сомневаюсь, что у тебя хватает более важных дел. Я здесь по поводу сделки с Флавио. Флавио? Скажи ему, что товар ещё не у меня. Пять волчьих шкур и пять кабаньях шкур. Ни больше, ни меньше. И приму я только полный комплект. Посмотрим. Да, да, это очень неплохо. Заключим сделку? Сделка заключена. Я забираю шкуры, ты мясо. Тут просто длиннющие списки и столбцы чисел. Стоять! Тебе сюда нельзя. Комендант Карлос меня вызвал. Знаю. Я тебя ждал. Ну, так ты меня впустишь? Как же я тебя не впущу, если у меня работа такая? Что это за здание? Это наше караульное. А ещё тут штаб Карлоса, коменданта города. А как ты стал воином ордена? Добровольно пришёл. Новобранцев обычно после обучения отправляют в развалины храма. По мне, так куда лучше быть стражником в городе. Представляешь? Они сначала серьёзно пытались сделать меня магом. Ну, правда, это же смешно. Вся эта возня с колдовством просто противоестественна. А-а-а, вот и ты. Наконец-то. Ты меня знаешь? Это маленький остров. Мы здесь привыкли к беженцам. Но они всё ещё выделяются. Вопрос в том, шпионишь ли ты для Доны Эстебана? Хочешь ли вступить в Орден Огня? Или что-то ещё? Так что... Так что... Скажи мне, чего ты ищешь в этом городе? Я хочу вступить в Орден. Хм... Так ли это? Что ж, позволь мне объяснить, как всё тут происходит. В этом городе всем управляет закон инквизитора Мендосы. А я слежу за соблюдением этого закона. Все преступники, которые нарушают этот закон, будут наказаны. Те же, кто помогают поддерживать в обществе порядок и мир, будут вознаграждены. Как я могу помочь тебе? Мне нужны верные люди, чтобы обеспечить соблюдение законов в этом городе. Мы работаем для поддержания порядка, для общего блага. Но хватает преступников, изгоев, которые хотят разрушить всё, чего мы достигли. Какова твоя роль в этом городе? Я должен защищать его, сохранять порядок, защищать граждан именем Ордена. Мой долг перед городом, перед Орденом и перед человечеством способствовать тому, чтобы найденные нами артефакты были переправлены в монастырь. Храмы, которые поднимаются из земли, полны артефактов. И каждый воришка на этом острове пытается их стащить. Инквизитор приказал, чтобы все артефакты были перенесены в монастырь. Люди думают, что мы делаем это из корыстных побуждений. Но я чувствую, что он видит связь между этими артефактами и несчастьями, которые свалились на нас. И он ищет ключ к нашему спасению. Мы должны собрать эти артефакты. Мы должны переправить их в безопасное место в монастырь. Мы должны дать инквизитору возможность делать свое дело. Почему инквизитор появился на этом острове? Контакт с материком был потерян. Мы не получали известий из других наших застав. Если бы мы потеряли священный зал, мы бы потеряли и сам священный огонь. И, возможно, возможно, что храмы, которые появляются из земли, хранят секреты, которые помогут нам понять происходящее. Для этого мы и собираем все, что находим в руинах. Мы должны надеяться, что эти древние храмы хранят секреты прошлого, которые помогут нам построить наше будущее. Каким ты видишь будущее Харбортауна? Что ждет в будущем наш мир, наш остров? Решение этих вопросов находится в руках инквизитора. С нашей стороны мы должны сделать этот город безопасным для его жителей, сделать его надежным убежищем для беженцев, обеспечить безопасность для людей внутри и снаружи. После этого мы должны накормить людей и суметь выжить до того момента, пока не получим новости с материка. Что это за преступники, о которых ты говорил? Раньше в этом городе большим влиянием обладал Дон Эстебан, но после приезда инквизитора он отступил. Теперь этот король разбойников скрывается где-то за этими стенами. Без его присутствия среди его людей пошел разброд. Пока они малочисленны, их можно контролировать. Пусть они и в состоянии причинять мелкие неприятности. Мы должны постоянно быть на чеку, чтобы видать их количеству увеличиться до опасной отметки. Я помогу тебе поддерживать закон и порядок в этом городе. Хорошо. Тогда тебе нужно уничтожить преступников. Найди на улицах моего города тех, кто не согласен с планами ордена. Тех, кто не стремится к общему порядку. Займись ими и убедись, что они никому не смогут причинить вреда. Мои стражники помогут тебе в этом. Если ты хочешь вступить в орден, выполняй свой долг. И я это запомню. Кстати, к вопросу о подручных Дона. Дельгада собирал деньги за защиту в трущобах. Мне удалось остановить его. Дон давно сеял здесь раздоры и беспорядок. Хорошо, что тебе удалось остановить Дельгадо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok